Станислав Черняк получил арендную квартиру. Признается, чувствует себя хозяином. Мужчина уверяет, в этих квадратных метрах нравится все. Жилье недалеко от центра, во дворе детская площадка. Актуально для молодого отца. Раньше женой и сыном жили у родителей, после скитались по съемным квартирам. Мы здесь живем с мая 2018 года. В принципе, нормально, квартира с ремонтом. Как говорится, заезжай и живи спокойно. Двуховатная квартира обходится в 158 рублей в месяц. С коммуналкой почти 200. Чтобы снять однушку в Бобруйске, нужно будет отдать почти 220. Во время отопительного сезона и вовсе больше 300. Это средняя цена по городу. По сравнению с госарендой, экономия существенная. 167 квартир или 4 многоквартирных дома. Именно столько арендного жилья зали Бобруйске за 4 года. Все высотки расположились в одном районе. В шаговой доступности магазин, аптека, поликлиника. Напротив, остановка. Приоритетное право есть у граждан, которые состоят на учете нуждающихся в Бобруйском горисполкоме. По новым правилам, 30% арендного жилья выделяют бюджетникам, у которых есть контракт на 5 лет. Но нет прописки в городе или деревне по месту работы. Десятая часть положена военнослужащим. Оставшиеся квартиры распределяют между нуждающимися в порядке очереди. При этом арендные метры станут дешевле. Для оплаты начнут применять понижающие коэффициенты. Также предусмотрена возможность перевода квартир в социальное жилье. Тогда останется необходимость оплачивать лишь коммунальные услуги. Но введение касается лишь социально уязвимых категорий граждан. В странах Балтики и Польши арендное жилье составляет до 30% от жилфонда. В Германии цифра достигает 80% пунктов. Такая же история в Испании. В Японии и США порядка 34. Цены на арендное жилье, я все же думаю, не удастся остановить в течение пяти лет. Независимо от того, что рассматриваются новые законы с очень огромными штрафами для владельцев, арендодателей. Я думаю, все равно пока не будет достаточно жилья, остановить рост цен практически невозможно. 135 тысяч квадратных метров арендного жилья. Цифра на этот год для белорусских строителей. В авангарде Брестская и Минская области – столица. Очередную партию арендных квартир в Бобруйске начнут возводить в следующем году. Максим Кембель, Максим Галеонко. Итоги недели.